В микрорайоне Университетский стало безопаснее. В Иркутске между остановками Академическое и Мельниково построили новый железнодорожный переход. Сооружение оснащено лестничными маршами и ограждениями. Также есть специальные площадки, где пешеходы могут переждать проходящий поезд. На обустройство комплекса затрачено почти 8 миллионов рублей. Еще один такой же переход планируют построить в районе Студгородка. А теперь внимание автолюбителям. Ограничения движения на Академическом мосту в Иркутске в эти выходные не будет. Напомним, ввести ограничения на Академическом мосту должны были с 13 по 15 марта. Там планировали начать работы по установке путепровода для теплотрассы. Однако, по сообщению ГИБДД, которое мы получили несколько минут назад, дату ограничения дороги перенесли на более поздний срок по техническим причинам. О точном времени мы сообщим дополнительно. Принят первый краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных зданий на территории Иркутской области. Об этом на пресс-конференции сообщила первый замдиректора фонда по капремонту домов Ирина Гладышева. В этом году в Приангаре намечено отремонтировать 96 строений площадью более 380 тысяч квадратных метров. На эти цели будет выделено свыше 338 миллионов рублей. Это средства муниципального, областного бюджета, фондов ЖКХ и самих собственников. Кстати, владельцы квартир вправе принять участие в приемке дома, в эксплуатацию и следить за ходом ремонта от начала до конца. Три месяца, которые даются собственникам на проведение вот этого собрания, это три месяца диалога, в течение которого собственники приходили к нам. Они рассматривали сметы, дефектные ведомости, получали необходимые консультации. То есть мы объясняли собственникам, какие мы будем применять материалы, почему стоимость работы определена следующим способом. То есть было, особенно, конечно, было много обращений из администрации, от собственников домов, которые находятся на территории города Иркутска. Подрядные организации будут определены на конкурсной основе. Сейчас начался прием заявок от участников. Кстати, подрядчик получит деньги за работу только после сдачи объекта. Отказываются замораживать цены на продукты питания. В Бурятии ведущие производители хлебных и мясных изделий не будут останавливать рост цен на свою продукцию. Единственный вариант, при котором они пойдут навстречу покупателям, это субсидии от правительства. Об этом сообщает информационное агентство Байкал-Дейли. А вот заморозка цен на хлеб в Иркутске не мешает продавцам играть с ценами и весом хлеба. Вес булок варьируется от 400 до 55 граммов, а стоимость от 13 до 30 рублей. Специальный рейтинг стоимости хлеба в магазинах областного центра подготовило агентство Иркутск Медиа. По наблюдениям корреспондентов оперативных новостей, встречаются в иркутских магазинах и другие более дорогие сорта от 50 до 50 и 60 рублей за булку. Кстати, по результатам опроса на сайте нашей телекомпании, а за две недели в нем приняло участие более 2000 человек, большинство жителей области на продукты питания тратят в неделю от 2 до 3 тысяч рублей. Самым непопулярным вариантом ответа осталась строка до 2000 рублей. Принять участие в новом опросе можно уже со следующей недели. Также по адресу айс-тв.ру вы найдете все самые свежие и актуальные оперативные новости. А полную информационную картину этой пятницы смотрите в итоговых выпусках новостей в 18 и 20 часов.